Музыка не живая, это не живая женщина, но, мне кажется, у музыки, потому что там ритм есть такой, особенно у такой жанры музыки, и такую жанру музыки, они играют типа в дискотеках, где пытаются мужчины как бы, в общем-то, по идеалу найти как бы партнёру для... Да, любовницу или для секса? Понятно, для секса. Вот понимаешь... Как бы когда там танцуют, как бы... Да. Танцы как бы сексуальные, мне кажется, музыка... Вот, я хочу сказать, что иногда, иногда сексуальные танцы тоже вызывают наслаждение. Например, например, танго. Я видела много исполнений танго, иногда даже в полураздетом виде, то есть полуобнажёнными. И вот когда ты смотришь на это, да, ты получаешь от этого удовольствие. Ты видишь, что это сексуальные очень движения, но они вызывают удовольствие. Его движение очень грубое, напоминающее животное, понимаешь? И поэтому оно вызывает отвращение. Я понимаю, да. Но мне кажется, он специально так делает, чтобы показать сторону человека, которая очень... По-английски это primal. Такой... Это значит, как бы... Ну, как бы если у человека всё забрать... Ну, его естество, как бы, его внутреннее. Естественно, да. Внутреннее. Его самое глубокое, если... Ну, понимаешь, вот... Поэтому я согласен, что он очень грубо, и мы потом посмотрим другие песни. Да, конечно. Может быть, в другом месте он смотрится по-другому. Более того, даже я... Я говорю, наоборот, что он ещё как бы... Ещё хуже, да? Ну, понятно. Понимаешь, вот даже я видела... Даже не танцы, а вот я видела, например, очень много выступлений гимнастов. Женщина и мужчина, например, на шесте или где-то под потолком. Они тоже совершают иногда очень сексуальные движения. Но это вызывает, ну, приятное чувство. Чувство, во-первых, восторга от высокого искусства. А во-вторых, вот именно оно как-то возбуждает желание. Вот такие движения... Сексуальные желания. Когда гимнасты? Гимнасты или вот... Танцоры? Красивые танцоры, да. Они могут пробудить окружающих. Ну, вот лично у меня сексуальное желание, влечение, которое, если, например, даже просто музыка. Если ты танцуешь с партнёром, даже просто музыка может вызвать сексуальное влечение. Но вот эти движения, понимаешь, вот такие грубые, такие животные движения, ну, лично у меня никогда бы не вызвало сексуальное влечение. Опять же, может быть, понимаешь, люди ведь тоже в сексе получают удовольствие по-разному. Одни любят грубый секс, животный, а другие любят, чтобы секс сопровождался длительной прелюдией, красивыми прелюдией, знаешь? Что такое длительнее? А, до секса? Да, до секса идут ласки, красивые слова, может быть, поцелуи, может быть, касание определённых частей, и только потом наступает секс. Понимаешь? А многие любят грубый секс. И мы ничего это не надо, вот этой прелюди им не надо. Но вот я это, например, никогда не приемлю. Для меня это неприятно. Для меня это даже отвратит сразу от мужчины. Вот поэтому, наверное, и он мне не приемлю. И я бы сказал, что многих женщин в сегодняшнем мире это тоже отталкивает от этих мужчин. Конечно. Ну, кроме того, когда это исполняет... Потому что, как бы, ну, мне кажется, конечно, если по сравнению мужчин так будет представляться девушке, она... Большинство девушек так не захочет... Не захочется иметь дело. Они не... Да, не захотят с ним иметь дело. Но так как, во-первых... Ну, он как бы... Это, как бы, искусство. Это, как бы, неправда. Но оно открывает какую-то такую вот правду, которую, как бы, мужчины... Я понимаю, почему женщины могут... Ты так говоришь. Но, как бы, мужчины, как бы, они, мне кажется, вот так вот думают. Не так, чтобы они так всегда делают. Но, мне кажется, это, как бы, мужской, типа, стереотипичный... Стереотип мужчины, ты хочешь сказать? Это, если бы мужчина создал бы мир, он бы захотел бы, чтобы он существовал вот так, как вот он... Как по-русски describe? Как бы... Описывает. Как бы описывает вот этот вот Лил Уэйн. Ну, понимаешь, вообще, женщины и мужчины по эмоциональному своему строению немножко отличаются. Ну, в большинстве случаев. Согласен. Нет, согласен. Поэтому я говорю, что тебе может быть... У многих мужчин вот это вот именно животное влечение, оно стоит на первом месте. Да. У женщин это бывает очень редко. Очень. Я согласен. У женщин в основном сначала эмоциональный должен быть подход. Разбудить эмоции. А потом физические, уже все физическое близко. Согласен. Но мне кажется, когда я смотрю на гимнасты или что-то такое, оно у меня не... Я понимаю, что ты говоришь, но мне кажется, оно более просто приятно смотреться. Оно у меня не возбуждает. Не то, что... Несмотря какие позы они принимают. Я не говорю о сексе, а просто я не задумываюсь о каких-то темах. Несмотря какие позы они принимают. Я не говорю даже о любви. Окей. А вот стриптиз. Стриптиз я не считаю, это искусство. Я считаю, это... Ну, это... Скелл, как по-русски? Скелл... Умение. Это... Ну, навыки. Навыки. Это что-то, что можно научиться, но за ним ничего нет. Оно есть то, что оно есть. Как бы стриптизер вот так вот танцует, но ты не задумываешься там, например, о проблемах мира или... Ну, о проблемах мира ты не задумываешься. Но зачастую во время стриптиза вот возникает вот сексуальное влечение. Да, тебе нравится это, но дальше ничего нету. А я говорю, что вот в этой... Почему дальше ничего нету? Потому что тебе просто нравится все, что как бы смотреть на свой любимый цвет. То есть твой любимый цвет красный... Но, 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 но. Почему? Если это очень умелая стриптизерша или стриптизер, понимаешь? То вот там движения никогда не бывают грубыми. Там именно сексуальные движения тоже, но они будут эмоциональные какие-то чувства, понимаешь? Особенно если это красивое тело и умелая очень стриптизер. Есть очень грубые стриптизеры тоже. Есть. Но есть прекрасные. Ну, окей, мы тогда... Ну, я... Может, мы внесли к теме, потому что мы сейчас как бы разговариваем, а если стриптизер это искусство или не искусство. А почему ты считаешь стриптизер искусства? Это же, это же тоже большой навык и гимнастический, и в танце, они же иногда и танцуют возле, не только совершают гимнастические движения, они танцуют вокруг шеста. Особенно женщины, вот. Женский стриптиз. Я думаю, это занимает много умения, как бы... Да. Но это не значит, что все то, что занимает много умения, это искусство. Например, футбол тоже занимает много умения. Нет, подожди. А вот просто танцы, вот как танцуют, например, Женя, Илюша, Мэнди... Какие-то танцы, да. Это ты считаешь искусством? Танцы – это искусство, если правильно их исполнять. Да. Ну так вот, я также считаю, что вот, например, стриптизерша или стриптизер, но очень умелый – это тоже искусство. Это не только навык. Это не только навык. Это сопровождается красивой музыкой. Ну, это нужно, да, посмотреть такой стриптизер. У меня здесь нет. Ну, конечно, может быть. Ну, я хочу тебе рассказать больше про... Это вы артисты. Во-первых, про его... Так как мы уже начали здесь взгляд... Во-первых, хочу здесь слова рассказать. Давай. Вот, например, песня этой девушки мне даже не требует объяснения. Она очень приятная. И она вызывает приятные эмоции. Ну, понятно. Так вот, и то, что я типа говорю про стриптизерш, она приятная, но иногда такая вот, она не заставляет тебя, не напрягает, как просто челлендж. Не... Челлендж? Челлендж. Чтобы самолет меня повезти, это для меня будет челленджинг. Ну, понятно. Как бы как-то по-русски сказать? Ну, это труд. Как? Я не понимаю. Ты как бы не затрудняешься вот думать свои слова. Да. Ты их принимаешь и радуешься. Понимаешь, получаешь удовольствие и все, да? Ну, да, и все. И дальше это не какие-то новые открытия про мир, не раскрываешь для себя. Или как бы... Ну, это может быть зависит от того, какие слова. Оно слишком как бы вот понятно. Оно слишком вот... Оно просто красиво. Как бы вот цветок. Вот цветок ты смотришь и радуешься. Ну, понятно. Но это же еще зависит и от слов, какие слова она произносит. Правильно. Ну, я говорю просто, что... Тогда можно посмотреть слова. Угу. Угу. Так. Здесь вот она говорит. Она поет. Бэйби это лялечка. Да, ребенок. Ну, не она говорит, ребенок. А, ребенок. Знаешь, как Ласка говорит от муж как бы жени или девушки. Да, я знаю, да. Ну, я понимаю. Ну, малышка. Ну, малышка. 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 Бэйби. Малышка, ты понимаешь меня сейчас. Если иногда я злая. Угу. Ну, еще нет по-русски это сумасшедшее. Понятно. Да, нет. Ты не знаешь, что никто на свете, который живет, не может быть ангел. Угу. Что в отелях ангел это... Понятно. Когда вещи идут на плохо, и когда все идет на плохо, то ты видишь что-то плохо. Когда все идет на плохо, то ты видишь что-то плохое. Угу. Что все неправильно, что все не так. Но я как соул по-русски. Дух. Я дух, да, спирит, типа, ну, соул, то, что внутри человек, который люди думают. Дух, дух. Дух, дух. Ну, я просто дух, который... Intentions это как бы то, что ты хочешь сделать. Не обязательно, что ты сделал, а то, что ты хочешь человеку сделать или... Угу. Так, говорит, я вот такой вот, как ты сказал... Угу. Я дух. Я такой дух, который хороший... Да, добрый дух. Добрый дух. Хочу нести только доброту и все по-русски. Ой, Бог, не дай мне, как бы, чтобы ты меня не понял. Ой, Бог, не дай того, чтобы ты...